Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Трагедия в Казани. Число погибших школьников растет. Слова соболезнования выразил Муфтия Дагестана. На проверку в регион прибыли представители Минобразования России. Что показали и чем удивили гостей из Москвы, смотрите через несколько минут. О мечтах, которые сбываются, Народный фронт Дагестана исполнил мечты ребят, обратившихся напрямую в линию президента страны. Начинаем выпуск с трагических новостей из Казани. Там утром совершено нападение на школу. Молодой человек открыл стрельбу внутри здания. В учебном заведении находились более 700 человек, и ученики, и педагоги. Число погибших возросло до 11. 32 человека пострадали. В Татарстане объявлен траур, соболезнования родным и близким детей и взрослых погибших выразил и Муфтия Дагестана. В этот трагический день мы все скорбим вместе с Татарстаном, всем пострадавшим. Желаем скорейшего выздоровления, огромного терпения братскому татарскому народу. Все мы от Всевышнего и к нему наше возвращение, говорится в обращении. В Хасавертовском районе республики продолжаются поиски трехлетнего мальчика, забитого Мухаммада Шамильевича, проживающего в поселке Аэродром Хасавертовского района. Ребенка не могут найти вот уже четвертые сутки. По данным МВД информация пока неутешительная. Поисковая собака, взяв сред малыша, дошла до берега реки Ярексу, где и села. А это значит, что там сред пропавшего малыша обрывается. Однако надежда на лучший исход все еще сохраняется. Всех владеющих какой-то информацией о местонахождении пропавшего ребенка просьба сообщить по телефону, который вы видите на своих экранах. А в Карабудахкенском районе в ДТП погибли два 17-летних жителя Махачкалы. По данным МВД, водитель Toyota Camry совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком. Есть и пострадавшие. Это 47-летний владелец Renault Magnum, а также 17-летний подросток. Они госпитализированы с полученными травмами. В Каспийске решают проблему с канализацией по улице 4-я Школьная. По поручению премьер-министра республики Абдулпатаха Амирханова начались работы по прокладке водоотводных систем. Отметим, что вопрос накануне был поднят местными жителями на приеме у премьер-министра республики. Проложено уже более 400 метров труб. В работе задействовано 10 человек и 3 единицы техники. Все работы обещают завершить до конца 20 мая. Жители улицы выразили благодарность за оперативную реакцию и помощь в решении наболевшей проблемы. Замминистра просвещения России Татьяна Васильева с рабочим визитом посетила Дагестан. В республике она ознакомилась с ходом реализации национального проекта образования. Васильева в сопровождении в Рио министра образования Яхи Бучаева побывала в Дагестанском институте развития образования. Это крупнейшее в СКФО госучреждение дополнительного образования. На его базе реализуется проект «Учитель будущего», где педагоги проходят тестирование. Здесь преподавателям помогают выявить свои профессиональные недостатки и при этом улучшить свою работу. Мы провели большое совещание совместно с коллегами из Министерства образования и коллегами из правительства республики. Я уверена, что национальный проект образования, уже имеющий свои эффекты в республике, такие как этот прекрасный центр, в котором мы находимся, будет развиваться. И система образования Дагестана, в том числе благодаря федеральным проектам в рамках национального проекта образования, будет идти вперед. После гости ознакомились с работой центра образования «Айти Куб». Площадка позволяет в ускоренном режиме развить в детях знания и навыки в области программирования. И по словам инициаторов проекта, в год обучение в центре проходит около 400 подростков. Помимо этого, Васильева также осмотрела технопарк «Ванториум» и региональный модельный центр дополнительного образования. Народный фронт в Дагестане исполнил мечты школьников. О своей мечте дети написали на прямую линию президента России еще в декабре прошлого года. Осман Шахмурзаев из села Осман-Юрт рассказал главе государства, что мечтает о ноутбуке. Мальчик с рождения слаб, здоровьем часто проходит лечение и вынужден пропускать уроки в школе. Для учебы компьютер ребенку крайне необходим. Однако старый сломался и не подлежал ремонту, а на новый у родителей не было денег. Теперь его мечта сбылась. Активисты ОНФ исполнили заветную мечту и Ларисы Хухаевой из селения Чанта-Аул. Девочка давно хотела новый телефон. Она увлекается литературой, изучает арабский язык. На досуге любит почитать в интернете стихотворения классиков, выписывает их в тетрадку и заучивает их наизусть. Здесь ничего такого, но простые вещи, которые мы делаем от чистого сердца, без каких-то других целей. А все, тем более в такой месяц в Дагестане, это сам Бог велел делать такие добрые вещи. Завершается священный месяц Рамадан, а следовательно и традиционные домашние ифтары. Накрытый стол, незменный атрибут в дагестанских семьях, гости и радостное настроение. Наша съемочная бригада посетила дружную семью исламовых перед ифтаром и узнала, как они готовятся к разговению. Для хозяйки займа приготовление еды – привычное дело. Ведь по правительству она повар-кондитер. Да и сам процесс дается ей легко и только в радость. Готовить она начинает уже за несколько часов. В запасе держит множество вариантов блюд. Ведь ее задача – учесть пожелания всех членов семьи. Мы всегда готовим разные блюда. Не всегда бывает, что мы готовим одно блюдо. Получается, что несколько блюд готовим. Постоянно, каждый день, можно сказать. Особенно на ифтар. Потому что в течение дня, когда дети говорят у разуде, что мама, мы это хотим, не получается, чтобы не готовить разные блюда. Сейчас тоже, например, я приготовила пиццы. Одно сделала с колбасой, одно сделала с мясом. Потому что у меня мальчик-мальчик не кушает пиццу с мясом. Он кушает только с колбасой. Сегодня в меню салаты, пицца, стейки. Среди главного блюда – дагестанский ботишел. По словам Зайна Бгаджиева, это ее фирменное блюдо. Рецепт классический. Секрет хорошего результата делится хозяйка – хороший творог. Сложно, вот здесь ничего нет. Здесь бывает, зависит, какой творог попадется тоже. Бывает, иногда даже я сама довольна не бываю, потому что чересчур они жидкие внутри получаются. В процессе готовки участвуют все от мала до велика. Хозяин семьи тоже не остался в стороне. За ним самая ответственная часть – мясо. Маринада, затем равномерная мягкая прожарка. После того, как все основные хлопоты завершены, угощение готовы, стол накрыт, семья собирается вместе. Зайна Бгаджиев делится. Практически все ифтары у них в доме проходят коллективно с участием родственников и гостей. Сейчас после второго окна обычно заходят туда соседи. Чай, кофе, даже подожди не дают. Ну, то есть это еда, в принципе, она заканчивается благодаря соседям. Соседи, родственники. Соседи, гости, благодаря гостям, да, заканчиваются. Подобную картину с вечерним разговением можно наблюдать почти во всех мусульманских семьях республики. Однако диетологи советуют воздержаться от такого изобилия блюд, ссылаясь на неприятные последствия переедания. Пусть в рационе всегда будет разнообразие, но не в плане того, что за один раз у вас на столе будут все разнообразие блюд. Лучше каждый день делать разные блюда, сочетать разные ингредиенты и при этом не стараться загромождать свой стол большим изобилием, разнообразием, которые, ну, вы наверняка или не сидите, или будете там смотреть на это, и того хочется, и всего, и просто перегружайте свой желудок. Также, по словам диетолога, не следует сразу же приступать к еде. Рекомендуется сначала пойти на вечернюю молитву и лишь потом приступать к трапезе. За это время организм успеет подготовиться к приему пищи и не будет тяжести в желудке. Патя Матханапова, Алина Багилова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Женская сборная ДГУ заняла первое общекомандное место на всероссийских студенческих соревнованиях. Турнир проходил в подмосковном городе Раменское. По его итогам дагестанские вольницы выиграли одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медаль. Единственную награду высшей прогу в составе нашей команды завоевала Марьян Гусейнова. Подопечной Эммы Магомедовой не нашлось равных в весе до 76 килограммов. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова